Добрый день! Меня зовут Савченко Роман. Мы сегодня с вами находимся в Красноярском крае, в Денском районе, на поле при уборке люцерна. Сегодня, к вашему вниманию, будет предложен обзор и отзыв итальянской косилки Билон. Итальянская косилка Билон это простая, качественная и надежная машина, которая обеспечивает высокую производительность при уборке трав. Сегодня это мы вам продемонстрируем на одном из полей Краснодарского края в Денском районе. Компания ЛБР может предложить косилки различных модификаций, будь то навесные, прицепные, косилки с плющильным аппаратом, фронтальные косилки и косилки по типу бабочка. Подробные технические характеристики, а также узнать цену, вы всегда можете на сайте компании ЛБР. Ссылка на этот сайт будет в описании под этим видео. Мы находимся в гостях у ИП Гончарова Андрея Николаевича. Он является счастливым обладателем косилки Билон. Сегодня мы поговорим, собственно говоря, об этой косилке. Добрый день! Ну, что можете сказать? Я так понимаю, вы покупали эту косилку лет 7 назад, а потом, имея опыт, через 7 лет обновили ее. Да, 7 лет мы взяли назад такую же косилку Билон 5, 7 лет она отработала без нареканий. Сколько примерно гектаров, какой набег у косилки? Она косила практически сутками. Сутками? Да. Поэтому мы решили ее будем поменять на новую, потому что уже подошел так, за 7 лет и нос был большой. Ну, вы работаете в наем, да? То есть, вы косите... Своих 30 гектар. Практически круглосуточно. 30 гектар своих. Вот мы 30 гектар сейчас на месяц не убрали. Сейчас нанимаемся в наем. Почему? Потому что ДРН здесь не берет массу, как это было. А у вас до косилки Билон была косилка ДРН? До этого у меня была косилка ДРН. После покупки ДРН я подарил ее соседу. Просто так? Просто так. Даже денег не взял. В том году он у меня попробовал, взял эту косу и подарил другому соседу ту косу. Теперь берет эту косу и у меня попользоваться. Я понял. То есть, то, что косилка Билон стоит дороже, чем отечественные косилки, не смущает? Бежали, предлагали пол Делона. Это ростовский аналог. Но остановились только на этой. Да, ростовский дешевле на 100 тысяч. Но там всего половина нашей косы. Допустим, здесь раскладывается она удобно. Я приехал на поле, нажал, она разложилась, не выходя с трактора. Точно так же сложил другую. Все. Посмотрел на ту косу. Ну, половина крена, половина Делона. Это с половинкой на половинку. Да. Я понял. Во-первых, редукторы, он не дает тех опорота. У меня есть у друга, он как-то и ростовский аналог. Угу. Не косит он это. Настает, растает. По производительности это лучше. Это лучше. Он сказал, это зверь. Его слова. Билон зверь. Все, я понял. А по сравнению с КРН? КРН, ну вот, вот эта плоскость, полно-два-пилитарки, они у него, как-то, это 4. Четыре дня? Четыре дня. Это КРН. Угу. А вы за сколько? На Билоне? Часа за три. Часа за три. Четыре дня против трех часов? Да. Ну, вот и вывод. Плюс... А качество? Скажи вам. КРН вот эту массу перейдет в порох. В порох. То есть не получится вот такой вот срезанного, длинного, единого. Нет. Такой массы не будет. Будет приблизительно как триммер. Как триммер это будет очень плохо при подборе. При сгребании потерь будет процентов 20. То есть грибка мелкая, которую она порубает по 2-3 сантиметра. Останется на поле. Останется все на поле и все. То есть они потеряют очень хорошо. Полноценной борьбы за урожай не получится, да? Нет. Кассифета, как я понимаю, да? Земля остается чистая. Ну, это преисловие не сильно чистая, потому что она тут лежала. Ну, мы на массу не понимали. Мы видели, что она уже лежит. То есть уже запознали с... С кошением? С кошением, да. И она лежит. Но она очень бережно косит, я так не сказать. Вот сейчас, через неделю, буквально поле уже будет зубы. То есть подрыва нету корневой системы. Система он бережно скашивает, оставляя корневую систему в порядке, в норме, что дает для развития зеленой массы. На краине обороты на тарелке 1800, довольно 2800. За счет скорости тарелки получается быстрее срез и более бережно относится. Заметил, что косите вы примерно на скорости 20 км в час. Это с учетом того, что фракция у нас сантиметров 50-60 и полегшая. Я скажу так. Значит скорость кошения полегла, она не полегла, на пилон не отражается. То есть я кошу, хоть оно лежит, хоть не лежит, с одной скоростью. Единственное, если, допустим, масса сильно маленькая, мне приходится скорость увеличивать. Наоборот, увеличивает, когда масса маленькая. Но обороты оставляет неделю. А для чего увеличивает? Тогда она точно так же ровно косит и бережно к массе относится. То есть получается эффект сегментной косы. То есть ковер лежит. Покупал и сегментную, тоже подарил. С белоном ничего не сравнится. Давайте по косилке расскажем нашим подписчикам, телезрителям, что хорошего, что плохого. Я смотрю, защита снята, да, для прохождения по большой массе. Защита снята, почему? Потому что большая масса. Здесь, допустим, вот здесь вот стоит этот и здесь вот стоит... Кожух, да, да, да. Этот кожух мы пробовали спросить с кожухом. Но получается такая масса большая. Ну, допустим, это выглядит 50-60. Она где-то 80-90 сантиметров. И ее начинают просто обивать, допустим, на эти стойки. Ну, понятно. И неудобно, приходит часто останавливаться чисткой. Поэтому мы кожух этот сняли. За ней проще смотреть. И, как я говорю, когда я еду... Визуальный контроль, да, хороший? Она когда забивается, я говорю, она включится мне в окно. То есть забился, начинает массу кидать в окно. Все, я остановился. Я даже за ней не смотрю, когда прошу. Остановился, приподнял, почистил. Ну, в основном почистил что. Сейчас вот, допустим, дождь позавчера был. Когда кротовина попадает снизу, просто набивает наша кубанская земля. Хорошо пролетает. Я смотрю, волок очень хорошо укладывает. То есть у вас вот этот вот щиток, он очищает, получается, одну сторону. По которой потом пойдет лыжа. Лыжа идет по голой земле. Лыжа идет, да, по голой земле, чтобы не нагортать кучу. И кучу не нагортает, и не забивается косинка, получается. Да. Кроме этого, кроме вот этого, еще помогает вот этот. Угу. Он накидывает. Она вращается, ее рабочее положение вращения в эту сторону. Угу. И получается, когда вот тут ребра. Угу. И она, получается, этими ребрами массу прокидывает вовнутрь. Зеленую массу сюда. Угу. А это уже... Ее сдвигает. Угу. 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 Все отлично. Я вижу, что ножи у нас тут крутятся на 360 градусов, да? Да. Ножи здесь складываются. Стоят, опять, когда препятствия уложишь. Это дополнительная защита. Они не жестко стоят. За счет твой интро-бежной силы они выходят наружу. Наружу выходят легко. Я понял. И у вас, получается, сама тарелка, она вровень с защитой. Да. При ловле препятствия. То есть, тарелку мы не повреждаем. Когда ударяется какой-то там в пенелке или эту, тарелку мы не повреждаем. Она не срабатывает никаким разложением. То есть, вот эта вот защелка. Балка. Угу. И на этом ручье коса поворачивает. Назад. Угу. Вал состоит из двух частей. Вал из двух частей. И при встрече с препятствием он на две части разделяет. Это если очень жесткая препятствия. То есть, смотри. Если, допустим, кто-то просто упёрся, да, она разложилась. Угу. Если я вот на той косе, я просто был подвес под пенел. То есть, я прошел и она получилась ударилась тарелкой. Угу. Ну, под пенек зашла и тарелка ударилась. И жесткий удар был. Тарелка останавливается. Все остальное крутится. Все работают? Да. Все остальные работают. Вал там из двух частей. И на спайке получается. Один подшипник стоит на тарелке. Один подшипник стоит на шестерне. На шестерне внизу. Да. То есть, все остальное крутится. Тарелка останавливается. Угу. Замена пять минут. Пять минут. И стоимость этой две четыреста. Две четыреста вал. То есть, стоимость камня в поле – это пять минут времени и две четыреста в длине. Тут за семь лет всего два валика. Я думаю, что это, скажем, не… Ну, это по глупости. Теперь мы не ездим. Огородики и все остальное. Только поля. Вижу, вы вполне довольны владением. Конечно, очень доволен. Окупаемость один год. Один год. Один год. Ну, вот и покупаю. Выхожу на шапашки. Триста тысяч, триста тридцать она стоит. И за сезон в этот день я разбиваю. И потом? Семь лет сто процентов она будет работать. Это только шапашки, считаю свое. То есть, свое я убираю, но шапашки вот… И семь лет работаю, скажем, без нарека. То есть, решили просто поменять. Все, я вас понял. Спасибо за хороший отзыв. Желаем удачи в вашей работе. Спасибо. Всего доброго. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. До новых встреч. С вами был Савченко Роман. Игорь Негода. Быстро Другие. Чтобы не покинуть это видео. Всё, на этом. Игорь Негода. Игорь Негода. Егорова Продолжение следует...